Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных прошествий дня. С вами я, Анастасия Шинусова. Сегодня в выпуске. Умер на месте. В ЗКО расследуют ДТП с участием животного. До пяти лет лишения свободы грозит двум жителям Актюбинской области за незаконное хранение оружия. Коноплянная плантация. От трех до восьми лет за решеткой могут провести четыре козлординца за культивирование крупного наркопосева. В Шумкенте стало меньше ДТП. Как в этом помог искусственный интеллект? Досудебное расследование начала полиция Западно-Казахстанской области по факту ДТП с участием животного. Столкновение легковушки с лошадью привело к гибели 30-летнего водителя. Авария произошла на трассе Косталовка-Женебек. Удар был настолько сильным, что водитель от полученных травм скончался на месте. Стражи порядка установили владельца лошади. Им оказался 35-летний сельчанин. В отношении мужчины составлен административный протокол. Как не попасть в ДТП с диким животным? Избегайте движения в условиях ограниченной видимости. В темное время суток всегда переключайтесь на дальний свет при движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта. Обращайте внимание на обочину, когда проезжаете мимо леса. Если заметили животное, плавно сбавьте скорость. По возможности остановитесь и дождитесь, пока животное перейдет дорогу. До пяти лет лишения свободы грозит двум жителям Актюбинской области за незаконное хранение оружия. Один из фактов удалось выявить в ходе проведения оперативных мероприятий. Сначала огнестрельное оружие нашли в доме 37-летнего жителя Алгинского района. Позже были обнаружены два гладкоствольных охотничьих ружья 12-го калибра. В этот же день другой житель района добровольно выдал сотрудникам полиции ружье, пневматический пистолет и боеприпасы. По обеим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстана «Безаконное приобретение передачи сбыта хранения боеприпасов и изрывчатых веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Проводятся следственные действия. Напоминаем, что граждане, добровольно сдавшие оружие, которое хранится незаконно, освобождаются от ответственности, если в их действиях не содержится в составах иного преступления. От 3 до 8 лет за решеткой могут провести 4 козлординца за культивирование крупного наркопосева. В Казалинском районе области обнаружена целая плантация с коноплей, которую мужчины выращивали среди зарослей щенгеля и саксаула. Кроме крупного посева, наркоборцы нашли на месте высушенную марихуану весом свыше 700 граммов. Подозреваемые – безработные жители региона в возрасте от 28 до 50 лет. Их поместили в изолятор временного содержания. 69 раз за год нарушил правила дорожного движения один из водителей Шимкента. Вычислить нерадивого автолюбителя, который оштрафован на 2,5 миллиона тенге, удалось с помощью системы Коргау. Всего за это время в мегаполисе лишили прав свыше полутора тысяч водителей. Система Коргау позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными госномерами, машины, не прошедшие техосмотр и не имеющие страховки, разыскиваемых по ориентировкам и других. Получив информацию об опасном водителе, полицейские могут своевременно среагировать и предотвратить ДТП. Отмечается, что за год количество ДТП в Шимкенте снизилось на 16%. Какое наказание грозит за нарушение ПДД? Статья 615 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП. Если нарушение повторилось в течение года – 10 МРП. Это же действие, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющего признаков уголовно наказуемого деяния, либо причинившего материальный ущерб, влечет штраф в размере 10 МРП. Если нарушение повторилось в течение года – 20 МРП или административный арест на трое суток. Искусственный интеллект – лучший помощник в борьбе с преступностью и нарушителями правил. Его не обманешь, не подкупишь и не разжалобишь. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес – кизикщебулемсобачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24.